Первое выступление. Здравствуйте! Это Алифтина Мадьярова и Pride Наши. В этот раз мне пришлось отправиться в Вегас. Но не тот, что в Неваде, а тот, что в Москве. Здесь сегодня проходит беспрецедентное шоу, и во главе его наш. Генеральный директор одного из самых крупных музыкальных каналов Арман Давлятьяров. Арман Илюбаевич Давлятьяров родился 13 августа 1970 года в поселке Тамар-Уткуль Оренбургской области. Генеральный директор одного из ведущих музыкальных каналов России и крупнейшей музыкальной премии. В 1993 году был назначен директором продюсерской компании «Медиастар-концерт», возглавив концертный отдел. В 1996-м стал генеральным директором «Медиастар». В 2001-м открыл собственную продюсерскую компанию «Музыкальное единство». В 2003-м году стал помощником депутата Государственной думы РФ, баллотировался в Госдуму. В 2011-м стал генеральным продюсером церемонии закрытия зимних азиатских олимпийских игр в городе Алматы. При его непосредственном участии были проведены такие знаковые мероприятия, как «Дни Астаны в Москве», «Год Казахстана в России», «Фестиваль золотой диск в Астане». В 2011-м году вышла в свет авторская книга Армана Давлятьярова «История московского Чингисхана». С 2012-го года работает в должности управляющего директора канала, с 2013-го года по настоящее время является генеральным директором канала. Тем, что время для встречи Армана было выбрать непросто, вас, конечно же, не удивить, ведь успех достигается упорным трудом, а значит, все наши, как правило, заняты практически перманентно. Но нет худа без добра. Заснять мэтра в разгар работы в окружении его команды, звездных гостей, разве не подарок? Все самые лучшие звезды будут сегодня здесь. Знаете, вот Лазарев такой ответственный. Еще не открылся центр, еще наши не все сотрудники приехали, а он уже здесь на саундчеке, прямо на самолете. Я прям смотрю и радуюсь. Какой он молодец. Любит канал. И это взаимно. С раннего утра и до утра следующего дня в прямом эфире продолжался телемарафон, где творилось невообразимое. Гости, поздравления, выступления и даже приготовления новогоднего блюда. Фух, вроде успели. Начали вовремя. Арман, ну расскажите, пожалуйста, выглядите прекрасно. Как руководитель, Арман всегда в гуще событий. Большой концерт, он на сцене. Ответственная съемка, босс на площадке. Моложавый, свежий, подтянутый, стильный, чувство гордости за земляка возникает сразу. Все самые лучшие звезды, которые к нам сегодня придут, лучшие хиты, но они будут не только петь. Мы еще будем вместе готовить. Кстати, сегодня мы готовим салат Оливье. Уже в преддверии, можно сказать, Нового года запускаем такую новогоднюю историю. Будут красить, шить. Ну, одним словом, они будут сегодня развлекать наших зрителей. Ну, естественно, дарить любовь, как они это делают всегда. Не скрою, приятно было наблюдать, что работа на съемочной площадке, даже вдали от всевидящих камер, строится весело и будто бы даже легко. Нервов, напряжения, споров незаметно. Понятно, что здесь и опыт, и тщательная подготовка, но согласитесь, и от характера рулевого зависит многое. Знакомство наше состоялось в конце ноября. Вполне себе предновогоднее настроение. Всюду уже наряжены елки и предвкушение скорого праздника. Ну, а какой праздник без оливье? Начали эфир там, пришли сюда уже резать салат. Все нужно начинать самому, для того, чтобы, во-первых, подать примеры, а во-вторых, ребята, утро сейчас, если вы только проснулись, вы завтракаете, можно параллельно резать уже себе салат оливье. По крайней мере, тренироваться до Нового года осталось буквально полтора месяца. Да, мне, честно, очень тяжело стоять рядом с генеральным директором, который с ножом рядом. Помимо своих творческих успехов и достижений в шоу-бизнесе, Арман знаменит еще и тем, что он отец большого семейства. Часто у отца пятерых детей это не доходит до салата. Кто-то колбаску подъел, кто-то морковку, хоп, и потом уже крабовый получается. Приходится детей учить личным примером. Одно дело, когда они едят уже готовое, а так вот, во-первых, сегодня они смотрят, как папа готовит в очередной раз. А дома, конечно же, мы готовим салат оливье на праздники, и к Новому году всегда. Нарезать 50 килограммов салата, чтобы угостить зрителей, пришедших поддержать любимый канал, тут одному не справиться. Но начинать-то готовку все-таки приходится генеральному директору, ибо хочешь сделать все наилучшим образом – сделай это сам. Ребят, я все-таки за традиционный майонез, ой, майонез говорю, оливье. Вообще, честно говоря, когда мы дома готовим оливье, мы готовим его без картошки. Он такой полезный, только морковь, зеленый горошек, яйцо и майонез, который мы делаем сами дома. И получается очень вкусно. Наконец, в работе наметился небольшой перерыв, и мы можем пообщаться. Насыщенная жизнь у вас директорская. И оливье режете, и походу распоряжение раздаете, и остановитесь. И танцую, и пою, но по-другому как. Это не потому, что я не доверяю, это потому, что сегодня у нас очень ответственный день, все-таки прямой эфир, а вы, как телевизионщик, должны знать, что каждые нюансы, они очень важны. Вы знаете, все приходится держать под контролем всегда? Не всегда. Когда у тебя есть большая команда профессионалов, и на ключевых точках, а вернее департаментов работают люди, которые уже тебя зарекомендовали, умеют это делать, то, конечно же, можно уже... Иногда и расслабиться, да? Даже не расслабиться, а просто отпустить вожжи, потому что задача руководителя, на мой взгляд, заключается в том, что не ты всегда все контролируешь, а ты учишь людей или находишь людей, профессионалов, которые могут это делать, и затем им уже доверяешь. Мотайте на ус, возможно, и в вашей работе или на пути к успеху эти советы возымеют действие. Работа кипит, я здесь не смски пишу, а запускаю этот челлендж. Вам еще и СММ приходится самому вести? Вы знаете, я стараюсь сделать это сам, для того, чтобы уже четко понимать, что все выглядит именно так, как я планировал. Были опыты, когда я поручал это моим коллегам на работе, но все время то фотография не та, то текст не тот, не так, как я хотел. Поэтому я от этого уже давно сказал. А со всем остальным нет такого, что все равно убеждаешься, хочешь сделать, хорошо, делай сам? Смотря в каких случаях. В случае, когда ты работаешь с большой командой, главное – это вокруг себя объединить людей, которым ты действительно доверяешь. Да, они могут где-то, может быть, из-за нехватки опыта, не делать так, как тебе кажется должно быть. Но твоя задача, как руководителя, научить, подсказать, поддержать. Много времени и сил ведь на это уходит? Или какая-то уже формула выработалась? Я работаю на музыкальном канале, и у нас молодежный коллектив, у нас аудитория молодежная. И, наверное, это дает мне всегда силы, энергию, потому что ты общаешься с молодыми людьми. Ну, я еще, в принципе, сам молодой, но когда аудитория у тебя там 18+, понятно, что все вот такие мероприятия, общение с молодежью, они тебя заряжают. Сейчас я запущу этот челлендж, секундочку, а то у нас эфир уже идет как час. Итак, наш московский Чингисхан ненадолго освободился, и мы можем поболтать уже не только о работе. Ведь помимо успехов в шоу-бизнесе, Арман Давлитьяров известен как отец большого семейства. А это, согласитесь, тоже немалый труд и опыт. А баяние нашему московскому Чингисхану не занимать. Рассказать о себе, семье и любимом деле он тоже готов всегда и с удовольствием. Талант ли это, с которым он родился, или навык, воспитанный годами, решать вам. Меня мои коллеги попросили, что это действительно будет интересно, наверное, и для зрителей, и для вас посмотреть всю эту кухню изнутри. Потому что люди в основном видят картинку уже красивую, вылизанную, так скажем, для эфира. А вот она наша, как бы, реальная жизнь за кулисами. А сегодня мы наблюдали уже, как вы режете Оливье, но вообще за годы работы на телевидении наверняка приходилось много нестандартных, необычных вещей делать. Есть какое-то такое воспоминание, когда вот, ну, совсем из ряда вон вот. Забавно. Оказалось, что один из самых запомнившихся форс-мажоров связан у Армана как раз с Казахстаном. Вручение музыкальной премии в Астане врезалось в память не только ему. Что далеко ходить, когда у нас вдруг пошел ураган и стало заливать и сцену, и звездные випы, и все остальное. Когда мы не знали до последнего, сможем ли мы вообще начать церемонию. Потому что она у нас действительно была под угрозой срыва. Сейчас об этом уже можно говорить с улыбкой на лице. И ведь сидели шесть часов на мокрых стульях. Меняли платья, костюмы. Я помню, у меня жена написала смс-ку, что там у тебя происходит, я не могу понять. Ты уже третий раз переодеваешься, а потому что на меня выливается вода. Я помню, вы видите, Доварищ Кобзон, когда я забегал в ремерную комнату и вот все время брызгал себя водой. Потому что у меня в любой момент мог остановиться эфир из-за этого урагана. Он говорил, Арман, люди войну проходили. На тебя сейчас все смотрят. Ты должен себя действительно вести так, что будто бы ничего не происходит сверхъестественного. Я обращался уже к Всевышнему и говорил, О, Господи, помоги мне, пожалуйста. Помоги мне, пожалуйста, потому что почему именно здесь? Почему именно в Казахстане? Когда я привез сюда более тысячи людей, самых лучших и популярных артистов, селебрити, здесь находятся самые известные люди Казахстана. Ту церемонию вручения премии в Астане, полагаю, запомнили многие. И, пожалуй, символично, что для Армана Давлятьярова именно этот эпизод в карьере стал одним из самых запомнившихся. И вы знаете, наверное, я родился под счастливой луной, и все-таки то, что эта церемония проходила в Казахстане, на моей исторической родине, это и мне далось силой, и помогло. Ведь церемония прошла, пришла так, что зрители, миллионы зрителей, которые смотрели, они даже не заметили, что происходит, они объединились. Были рядом плечом-плечом и российские, и казахстанские артисты. Все в это время работали. Любопытно, что, будучи уроженцем в Оренбургской области, Арман Давлятьяров в Казахстане никогда не жил. Но казахом при этом родился и остается всю свою жизнь. Корни на первом месте. Я казах, я этим горжусь, я этим дорожу. И своих детей я воспитываю таким образом, чтобы они всегда помнили, что они в ответе не только за себя и за свою семью, но еще за весь Казахстан. Почему? Потому что они выглядят казахи. Они по национальности казахи. И по ним будут судить, какие мы казахи. Хорошо они учатся, занимаются ли спортом, как они себя ведут, как они строят отношения. И вообще, какие они люди. Потому что в Казахстане это, наверное, нормальная ситуация, когда у тебя большое количество детей. Все-таки пятеро детей. Для моих коллег это очень много. Причем от одной супруги, знаете, вот часто вопрос. Они все от одной жены? Я говорю, да. Я был женат один раз. Повод для гордости. Естественно. Наверное, когда ты живешь за пределами своей исторической родины, наверное, так вот Господь Бог дает тебе, чтобы, знаете, тебя вокруг окружали не только люди, с которыми ты живешь, но и все-таки люди твоей национальности, твои дети. Вот. Ну, я шучу, конечно же. Это все от Всевышнего, и я безумно счастлив. Похоже, если, будучи в Москве, вы заскучаете по дому или пожелаете, скажем, отметить какое-то из национальных праздников, вам следует написать в соцсети нашему Арману Давлитьярову. Как минимум теплое ответное поздравление вас точно ожидает. Мы раньше с женой отмечали их поначалу сами. Ну, я имею такие национальные праздники, когда окончание Муразы, когда Наурыс, потом у нас родился один ребенок, второй, третий. А сейчас мы садимся, у нас, знаете, такое большое застолье. Вот стол на 8 человек, который бывает обычно, вот мы его полностью заполняем. Пятеро детей, я жена, и еще кто-то, кто нам или помогает по дому, или кто-то приезжает, мама в основном отбывает. Вот, пожалуйста. И я всегда шучу. Я говорю детям, в понедельник мы будем ходить в гости к одному, вторник к другому, четверг к третьему. Как при таком графике, еще и будучи отцом большого семейства, оставаться всегда в хорошем настроении и не уставать? Как вы расслабляетесь? Знаете, говорят, я не расслабляюсь, потому что я не напрягаюсь. Как можно не напрягаться, будучи генеральным директором большущего телеканала? Вы знаете, может быть, это уже приходит с возрастом, когда, понятно, конечно, есть такие ситуации, когда ты отдаешь больше сил работе, вот как сегодня, когда ты переживаешь, когда ты нервничаешь, бывают ситуации. Но я стараюсь избегать, я стараюсь философски относиться к тем вопросам и проблемам, которые возникают. Почему? Потому что, знаете, жизнь настолько коротка, чтобы вот тратить свои нервы на те вопросы, которые, в принципе, нужно или заранее решить, или ты можешь решить их позже. Вот для чего именно в этот момент создавать суету, самому нервничать? Вот сегодня прямой эфир. Здесь уже совершенно спокойно, даже если, не дай бог, возникнет ситуация, она может возникнуть с гостями, там, или еще что-то. Нужно решать все это спокойно. Во-первых, люди на тебя, твои коллеги смотрят, насколько ты спокоен. Если ты нервничаешь, орешь, кричишь, не даешь им работать, то ведь и результата не будет. Но это все-таки мудрость, мне кажется, с опытом приходит такая. А как было все в начале, когда только вот стал ты, ну, спервой? Ну, в начале чего только не было, понимаете, там, и все пропало, все пропало, все пропало, и все остальное. Ну, наверное, вот это вот восточные корни, которые есть во мне, воспитание моих родителей, вот казахское воспитание, она все-таки дает определенный внутренний стержень. И мы это впитываем с молоком матери. Я же помню те времена, когда моя мама с папой работали, уходили в 6 утра, приезжали там уже очень поздно, я самостоятельно делал уроки. И даже если возникали какие-то проблемы, то они спокойно это решали, без скандалов, без истерик. И вот это я, наверное, и перенял, потому что мы позитивные. Даже если к нам относятся, а такие ситуации бывают, не очень хорошо, на наш взгляд, то я это всегда списываю на то, что творческая личность, артист, эмоциональный, остынет, придет извиниться. Не извиниться, ну, значит, если он нам нужен, значит, мы его будем показывать. Если он нам будет не нужен, значит, мы его показывать не будем. У меня нет каких-то, знаете, пристрастий, там, вот я с этим поссорился, его на эфире не будет. Нет. Если это выгодно каналу и интересно нашим зрителям, мы его будем показывать, даже несмотря на то, что у меня с ним нечто. То есть на работе интересы канала в любом случае на первом месте? Конечно. Это же лицо наше. Это то, что мы делаем, видят зрители. И почему мои личные какие-то пристрастия должны влиять на то, что будет сегодня в эфире? Нет. В эфире будет именно то, что сегодня актуально, что сегодня популярно, и то, что нам сегодня принесет хорошую долю. Человек, способный добиваться успеха, как правило, на достигнутом никогда не останавливается. А делать что-то одно все время таким людям скучно. Разумеется, и наш земляк запускает параллельные проекты, пробует силы в разных качествах. Недавно я запустил проект, который называется «Стар мастер-классы». Это образовательный проект федерального значения. Вообще впервые в истории, в России, наверное, на постсоветском пространстве, звезды, эстрады, кино, спорта объединились вместе для того, чтобы поделиться своим опытом, как быть красивым и здоровым, как быть успешным, как построить счастливые отношения. И я считаю, что вот эта история, она имеет будущее. Почему? Потому что, ну, во-первых, я имею право, как я считаю, делать вот именно большой такой образовательный проект. Потому что семья у меня есть, отношения у меня построены, как я считаю, правильные и с родителями, и с супругой, и с друзьями. Я успешный человек. И сегодня та молодежь, которая начинает свою взрослую жизнь, и не только молодежь, и вообще взрослые люди, конечно, многим не хватает общения и, наверное, искреннего опыта, который звезды впервые делятся со мной. Это в формате такого интервью. Потому что звезды ведь, они тоже не всегда рассказывают журналистам то, что у них внутри, на душе, как они строили отношения, о своих проблемах. А здесь именно мне доверяя, они рассказывают впервые о том, какие ошибки допускали, как в их семье. Ну, например, Максим Галкин приезжал, у меня была Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Яна Рудковская, ну, Александра Рева, Григорий Лепс, большое количество людей. А не звучат скептические комментарии, что у звезд все на самом деле не так уж просто и не такой уж здоровый порой климат в семье, и браков много, и какие-то скандалы и прочее? Конечно, звучат. Но для того, чтобы понимать, что там, для этого нужно сначала посмотреть и послушать. Конечно, приезжает, например, Аня Седокова, которая рассказывает о том, почему у нее не сложились отношения, как она считает, почему вот в ее жизни именно так, какие она ошибки допускала. А Яна Рудковская, естественно, тоже, она рассказывает о том, какие сегодня отношения к Жене Плющенко и что было в прошлых ее отношениях. Недовольных людей, которые будут пессимистически к этому относиться, всегда много. Просто нужно, нет, я скажу по-другому, немного, достаточно. Но для того, чтобы понять, о чем это, для этого сначала нужно хотя бы немного посмотреть небольшие уроки, которые мы предлагаем. Я считаю, что люди, которые достигли успеха, популярности, известности, это, во-первых, не просто так. Во-вторых, когда они делятся искренне, я ведь тоже, почему я в этом проекте принимаю участие сам, чтобы фильтровать, где есть правда, а где нет. Где, что мы можем людям предложить, а что убрать. И этот проект, я считаю, очень важный для людей, для поклонников этих артистов. И вообще, вы знаете, хочется действительно уже с высоты прожитых лет, как мне Кобзон всегда говорил, мой юный друг. А я так думаю, что юный, не юный, но через несколько лет там уже будет 50 лет мне. Хочется уже, наверное, больше отдавать. А отдавать это ведь не только материальное что-то, но ещё то, что ты за эти годы набрал, чему ты научился. И не только своим детям. Арману Давлятьярову через год-другой будет уже 50. Однако энергия в нём кипит совершенно молодая. Он полон планов, надежд и постоянно работает над собой. К примеру, не так давно, всерьёз занявшись здоровьем, Арман скинул лишний вес, что положительно сказалось и на его внешности, и на самочувствии. Я, кстати, всегда, каждый год, в день своего рождения или накануне, делаю для себя определённые, значит, пишу, что бы я хотел, чтобы за этот год в моей жизни предстоящим было. Как я буду выглядеть. Я имею в виду в килограммах, в размерах, если это нужно. Какие новые вызовы я для себя в этом году назначу, чтобы их преодолеть. Куда я полечу, что мне интересно, какие у меня будут взаимоотношения с семьёй, куда я отвезу детей, ну и так далее. Вы знаете, это тебя систематизирует. Я недавно прочитал очень такое одно высказывание, которое мне понравилось. Я её даже в Инстаграм свой выложил. Если вы не планируете свою жизнь, значит, вы планируете неудачу в вашей жизни. Поэтому я стараюсь её планировать. Пусть не в деталях конкретных, но в общем. И когда мы говорим о том, что будет через 20 лет, мне бы хотелось бы, и я буду к этому стремиться, выглядеть так, как я выгляжу сегодня. Я имею в виду в весах, в килограммах, в состоянии. Я хотел бы, чтобы я был, безусловно, здоров. Почему я сегодня, например, последние месяцы придерживаюсь, на мой взгляд, правильного питания? Я исключил глютен, лактозу, все крупы, сахар. Здесь это называют сыроедение. И многие меня упрекают, вот ты, казах, как ты можешь без мяса и так далее. Я говорю, сейчас мне комфортно. Но у меня есть фридей, день, когда я могу позволить всё. Там есть и бешпармаки, и плов, всё, что я люблю, и баурсаки. И возвращаясь к тому, каким бы я хотел быть через 20 лет, таким же, как и сегодня. Знаете, когда говорят люди, я в 50 чувствую себя на 20, а я вот там в 70 чувствую себя на 50. Не знаю, что там в 70 я буду чувствовать, но сегодня мне 50, я не буду говорить, что я чувствую себя 20-летним мальчишкой. Конечно, я чувствую себя, наверное, на тот возраст, который у меня есть. Я достаточно уже опытный и семьянин, и в отношениях у меня есть большой опыт, в отношениях с людьми. Поэтому не буду лукавить. Но хочется, по крайней мере, внешне выглядеть молодо. Говорят, что только в путешествии мы живём так, как хотели бы жить всегда. Неудивительно, что и наш герой очень любит путешествовать, особенно вместе с семьёй и детьми. Я люблю бывать в Испании, я люблю бывать в Дубае, мне очень нравится. Люблю бывать в Америке. Вообще, в принципе, я люблю путешествовать, но в связи с тем, что у нас последние, и слава богу, годы, всё время появляются малыши в семье, то с маленьким, конечно, далеко не улетишь. А без семьи путешествовать я вообще, в принципе, не вижу смысла, потому что мне хочется, чтобы рядом со мной были люди, которых я люблю рассказывать, показывать. И вот я последние годы, когда у нас дочь родилась три года назад, я беру старших сыновей с собой. И в Астане они со мной уже были, и в Баку вот сейчас на фестиваль «Жара» летали, и в Америку. Мне хочется больше проводить с ним времени, и чтобы им папа рассказывал, и мама, что это, куда можно пойти. Настолько с ними сейчас интересно. Дети – это тема, на которую любящий отец может говорить бесконечно. Тем более, что младший сын ещё совсем маленький. Возрастной разброс между старшими и младшими в большой семье получается солидный. Разброс, да. Ну, этого маленького ты нюхаешь, обнимаешь, целуешь. У него щёчки такие кругленькие. Это такое счастье. Вы знаете, мы, мы, вот, когда утром дети просыпаются дома, все, и я, и супруга, и все четверо детей вокруг этого малыша ждём, когда он откроет глаза. И как только он открывает, здесь начинается цирк. Они погремушки, пытаются его потрогать, пощупать, целовать. Но особенно трогательно то, с какой любовью отец говорит о заботе, которую дарит своим чадом. Можете ли вы себе представить, например, как глава крупной телекорпорации собственноручно меняет памперсы или играет с маленькими? И поиграть, и вот, и памперсы поменять. И я настолько уже профессионально так это делаю, что даже я сам не понимаю, как, но когда у тебя пятеро. Конечно же, это доставляет и радость, и удовольствие. И вот эти вот есть минуты счастья. Даже, конечно, раздражаешься бывает, когда они там хулиганят, там брови нахмуришь, там ещё что-то, но... Детство же самого Армана было совсем не таким, какое он старается подарить своим отпрыскам. Рос он в любящей крепкой семье, но времена были непростые. Я жил ведь в деревне, и мы были предоставлены сами себе. Родители были на работе, я вот детям о своём рассказываю. Я утром встал, у меня уже стоял стакан молока и хлеба на тумбочке. Я сам завтракал, потому что мама рано уезжала. Шёл в школу, приходил со школы, у меня были обязанности. Я должен был подмести двор, убрать за скотины, напоить, там, сено положить, почистить вот всё, что там нужно было почистить, дома навести порядок, там, помыть, убрать. У меня, я понимал, что это вот моя обязанность. И единственное, конечно, мне было всегда скучно, потому что, когда я пошёл в первый класс, у меня уже брат и сестра уехали учиться. И я практически рос один. И я всегда, а у соседей там по 10 человек во дворе. И я маме говорю, ну почему, у меня нет больше братьев и сестёр. Ну, зато сегодня у нас... Восполнили. ...всё это компенсировал. Похоже, что Чингисхан наш не только успешен, богатый, знаменит, но и счастлив. А это, согласитесь, самое главное. Посему неудивительно, что и артисты, и команда, похоже, искренне любят и уважают Довлетьярова. Я вообще обожаю Армана, как замечательный профессионал. Это человек у нас друга, и мы уже дружим много-много лет. И хочу сказать о том, что человек с очень большой душой, очень гостеприимный, с хорошим чувством юмора, и человек принципа, человек слова. Поэтому с большим удовольствием каждый раз принимаю участие в проектах, которые делает Арман. Слушай, ну, красиво. Какой ты молодец. Встреча наша состоялась в преддверии Нового года, когда в предновогодние тона было окрашено всё – и настроение, и речи. Дорогие земляки, с Новым годом, с новым счастьем! Пусть и этот Новый год принесёт вам только радость. И не забываем о тех людях, которые рядом с вами. Любим, обнимаем, целуем, дарим подарки. И самое главное – дарим свою любовь. С Новым годом! Сейчас праздники позади, но вспоминать эту встречу в зимней Москве приятно по сей день. Что ж, успехов нашему московскому Чингисхану! А нам с вами новых историй и новых вдохновляющих знакомств в рамках проекта «Прайд. Наши». Ведь казахстанцы, как мы уже не раз с вами убеждались, способны стать своими в любом уголке мира, но всегда остаются при этом нашими. А значит, до скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова